Друзья, привет! Я хочу вам всем сказать, что вы молодцы, что смотрите мои ролики и изучаете иврит, или хотя бы каждый день немного его практикуете. И, кстати, как будет слово «молодец» в иврите? Да, многим, почти всем известно словосочетание «коль-хаковод», «колакавод». Но я не раз сталкиваюсь с тем, что многие говорят, русскоязычные люди, «ата-колакавод», «гу-колакавод» и так далее. Проблема в том, что в иврите слово «молодец» просто не существует, а, соответственно, мы не можем его подвязать к местоимению и сказать «ты, он или она молодец». Поэтому мы берем словосочетание «коль-хаковод» и просто переводим на русский язык. Если перевести это на русский язык, то мы получаем словосочетание «все», «почтение». Слово «кавод» — это уважение и почтение. «Коль-ха» — это «все». Например, как если я хочу сказать «все время». «Коль-хазман». Замените слово «зман» словом «почтение-кавод» и получите словосочетание «колакавод». Соответственно, если мы хотим сказать «ты молодец», «он молодец», «она», «мы» и так далее, то мы просто направляем это почтение кому-то. И мы на еврите говорим «все почтение тебе», а значит «ты молодец». «Все почтение ему», а значит «он молодец». «Все почтение нам», а значит «мы молодцы». А какой предлог в еврите отвечает за дательный падеж, то есть за ответ на вопрос «кому»? Предлог «лей». А значит, если мы хотим сказать «ты молодец», то есть «все почтение тебе», то мы должны сказать «колакавод леха». Или «ты девочка молодец», значит «колакавод леха». Если мы не хотим склонять и просто хотим сказать «все почтение», там «наша армия молодцы». Это очень принято в Израиле. Именно говорить «колакавод лецаль». То есть «все почтение армии обороны Израиля». Они молодцы. И действительно, это так и есть. И да, слово «кавод» корень хаведалет образует глагол «почтить». «Уважать». А на еврите «ле ха бейт». С предлогом «эт». «Тебя», «меня», «отха», «отану», «нас» и так далее. Ребята, еще раз «колакавод леха». Вы молодцы. Ставьте лайки, пишите комментарии. И делитесь этим роликом с тем, кому он также будет полезен.